Что? Что? О-о-о-о-о! Нет! Нет-нет-нет-нет-нет! Нам нужно выбраться отсюда! Всем хай! С вами Юджин и сегодня мы с вами играем в наконец-таки вышедшую третью часть Poppy Playtime. Из всех игр, которые выходили последние несколько лет детских хоррор, я их так называю, это Rainbow Friends, Garden of Ban-Ban, эм... не знаю, какие там еще игры подобного плана выходили, эта игра мне нравится больше всех. Особенно то, что мне нравится в этой игре, это элемент пазла, когда ты решаешь пазлы с помощью грэпэка. Сегодня мы с вами будем играть в эту новую третью часть, долгожданную всеми, надеюсь. Который час? Время играть! Улыбнись! Если напала тоска... Бросай... Окей, ладно, я не понимаю, как это, не знаю эту песню. Улыбнись, хорошо. Я буду по-тупому переводить песню, как... А, песня закончилась, уже нет смысла даже. Черт. Ууу! Это как какой-то Happy Tree Friends. Как страшно воет ветер. Эх, я не могу уснуть! Друзья, все будет хорошо, обещаю. Ветер обязательно стихнет. Когда-нибудь. Мне не нравятся и глаза, они такие черные. Очень крипово выглядит. О! Кэтнэп пришел. Ой. Кот, дремот! Кот, дремот, помоги нам! Это невыносимо! Благи! Спать, спать, спать! Это что за веселящий газ? Да. Это пилот какого-то анимационного мультика, видимо, да? Хаги Ваги... Окей. А что начать новые игрушки от Playtime Co? Так ли на безобидно? Вы посмотрели мультфильм «Улыбающийся животное» от Playtime Co? Показ его ограничен, а посвящен он выпуску игрушек под таким же названием. Теперь этой парочке приходится управляться с пожаром, который устроил еще один ключевой участник. Перед вами кот, дремот. Работает он так же, как и другие игрушки серии. Вы просто тянете за хвост и... Кажется, ничего опасного. Однако родители по всей стране сообщают, что их детям снятся страшно, и часто даже жестокие сны. Кто же оберегает сон детей? Улыбчивый малыш, кот, дремот. Из-за нарастающих возмущений, Playtime Co объявила, что снимет все игрушки кот, дремот из серии «Улыбающихся зверят» и удалит изображение с ним со всех промо-материалов. Но сможет ли компания так просто отречь от игрушки, которая причинила столько вреда? Точная причина инцидента все еще не выяснена. Но ясно одно. Кот, дремот опасен для детей. Хорошо. Интродакшн суперский. Мне нравится. Мне нравится вот это. Когда голос стал более отчетливым, такое ощущение, как будто мы наконец-таки сами проснулись. И мы снова понимаем, что мы вот здесь. Опа. Стоп, а мы же... Там же с поездом было в прошлой части. Теперь мы, походу, котом-дремотом играем. А ведь, очевидно, это кот-дремот. Потому что я такой думал, catnap. Что это значит, catnap? Nap. Вздремнуть. Ооо, он кинул кого-то. Может быть, это мы? Он кинул нас. Забавно. Я думаю, что мы начнем прямо с того самого места, когда мы разбились вместе с Поппи на поезде. Что? Что? Ооо, нет! Нет-нет-нет-нет-нет. Нам нужно выбраться отсюда. Я вижу, я вижу. Я вижу. Но как? Но как нам поступить? Ой, я не могу идти. Я не могу схватиться. Давай, ну! Ну, прыгай же. Ну, боже мой, есть. Куда я упал? На механизм упал. Как-то все трясется. Не очень удобно. Или знаю. Какое-то ощущение, как будто все слишком близко ко мне находится. Погодите. Вот, я изменил поле зрения с 90 до 100. А-а-а! Ладно, наверное, нужно дальше идти. Вот здесь есть лестница. По которой я... А-а-а! Поищи рядом предметы, которые помогут тебе подняться, зажимая... Ага. Нужны предметы, которые помогут подняться. Вот это перекладина? А, нет, вот это ручка. Теперь мы делаем так. Получается, лестницу мы даже использовать не можем... А-а-а! Лестницу мы не можем использовать. О, так будет быстрее, если двумя руками. Хорошо. Слушайте, мне кажется, я знаю, откуда левел дизайн этот взят. Прямо сто пудов я знаю. Помните, кто-то из вас может быть такой же старый, как и я, и помнит Half-Life 1? Там была... Там была сцена, где Гордона Фримена кинули в такой же пресс. После чего, когда он выбрался, он попал примерно похожее место, где нужно пры... Нас прижали. Чёрт! Тут уже сдохли. Такое же самое место, где нужно было прыгать по механизмам, по крутящимся, вращающимся штукам. О, мы начинаем заново. Ладненько. В принципе, всё просто, всё понятно. Вот. Вот. Теперь не тупим. Некоторые механизмы аж до самого потолка. Да, и так нас как раз таки убивает. Нас просто прижало. Ничего, надо просто действовать чуточку быстрее. Раз, два, три, четыре. Опа, прыжок, всё. Отлично. Оп. Что за звук был? Мы можем присесть. Раньше, по-моему, такой механики не было с приседанием. Опа, ты чё такое? Это буги-бот. Для взаимодействия И. Нам можно пойти туда, а можно посмотреть вот здесь. Давайте не будем торопиться. Жалко, фонарика нету. Я как-то привык, что в играх есть фонарик, и можно сразу разглядеть всё, что ты хочешь. И с фонариком всегда комфортнее. Вот здесь. Тут пытаются привлечь наше внимание. Мне кажется, в этой части мы тоже столкнёмся с... Как называли его? Прототип? Прототип, да. Help, помогите. Возможно, вот. Это его когти, потому что у них тоже были такие когтистые пальцы. Ладно, здесь ничего нету. И заюзать мы не можем, к сожалению, ничего. Окей, побежали отсюда. Оу. Оу. Ну, возможно, там эти механизмы просто. Что у нас тут? Я не могу понять, это что такое? Это какие-то части тел? Или это игрушки? А, это динозаврик. Это же динозаврик. Точно. Кровавый динозаврик. Окей. Нас сохраняют. А что это там внизу? Какой-то... Я так понимаю, это какой-то ядовитый газ. Тот самый, который заставит нас уснуть. Красный. Раз, два, три. Давайте ждём ещё одну фазу. Раз, два, три. Побежали. Побежали. Прыжок. Стоим, терпим. Есть. Отсюда допрыгну. Воу. Такой подлаг был жёсткий. Видите? Кто это? Там кто-то был. Хорошо. Что мы можем сделать? Наверное, подтянуться сюда. Эй. Нет. А ну, сюда иди. Всё, держим. И он обратно нас возвращает. Good. Там никого нету сейчас. ты, ты кто? Блин, эти игрушки все реально живые. Нам сюда нужно. Интересно, этот чептер дольше, чем предыдущие два. Сколько я, по-моему, вторую часть я прошёл за выпуска 4, наверное, или за 5? Куда нам идти-то нужно? Стоп. А может быть, надо было и нажать? Вот. А, всё. Просто открываем рукой. Слышите? Что это за комната? А-а-а, здесь нам нужно кассету найти будет. ой, я подумал, что Хаги здесь лежит. Размести батарею в розетку, чтобы подвести энергию. Значит, мы делаем вот так вот, ничего не происходит. Вот это батарея. Ай. Разместил. Отлично. Теперь нам нужно ещё одну найти. Вот, я ещё больше поля зрения сделал. Мне кажется, это гораздо приятней. Так лучше пространство ощущается. Мне всё время кажется, что я очень близко нахожусь. А, вот же кассета. Чтобы открыть инвентарь, нажмите это... А, уже, без смысла. Она сама будет. Вот та самая маска! Что ж, миссис Харпер, расскажите, что произошло. Не упускайте ни одной детали. Дети укладывали спать, как обычно. Все были спокойны. Вокруг тишина. Кот-дремот уже наполнил красным дымом комнаты. И тут я слышу резкий крик. Я понимаю, что детям иногда снятся кошмары, но... Расширенные зрачки и дрожащие губы? Как её взгляд бегал по комнате, клянусь, когда я взяла её руку, мне показалось, что её кровь кипит под кожей. Её мучили какие-то жуткие видения. Она... Простите. Я не... Мисс Харпер, мы делаем всё, что в наших силах, честное слово. Но нам важно это знать. Мари вам рассказала, что видела? Да! Она сказала, что это был монстр, бесцветный монстр. Господи, я чувствовала, как он колотится и колотится её сердечко. Она думала, что он стоит рядом. И двигалась она очень странно, размахивала руками, пиналась ногами. Эй. Я хочу с ней поговорить, узнать, как дела. Мне бы... Мне бы услышать её голосок. Встреча крайне нежелательна, мисс Харпер. У нас сейчас слишком много забот. Но не волнуйтесь, жизненные показатели в норме. Мы следим за её состоянием. всё будет хорошо. НЕТ! Прошу простить мне беспокойство. Просто верните мне мою малышку. О-о-о-о! Вот это было прям пробрало. Меня пробрало только что. От этого крика. Он был настолько неожиданно, и это... Ах! Жуть, жуть. А, вот ещё одна батарейка. Окей. Ой, мимо. Да ема я, надо держать. Я смотрел трейлер, и он обещает нам кучу новых приспособлений для грэпэка. Я Буба Буббалсон. Ой, я тебя помню. Ты годнешь? Или ты меня реально знаешь? Слон ничего не забывает. А, потому что он слон. Ну да, конечно. Хочешь знать, что я тебя помню? Всё, ладно, иди в жопу. Они тут все орут, они все орут. Опа. Телефон? Что? Где-то здесь. По кровавому следу. Чёрт! Дверь-то закрыта? О, нет. Как же... Как же быть-то? Я понял. Стоп. А, мы забрали энергию. Пожалуйста, не кладите трубку сейчас. Я сейчас приду. Где, где, где? А. Эй, эй, ты слышишь? Вижу, ты в растерянности. Не хочу твоей смерти, поэтому помогу тебе. Смотри. Там на дальней стене труба. Приготовься. Баба! Используй эту батарею, чтобы открыть дверь. Спасибо. Это... Я подумал, что это Поппи, но это не она. Какой там ребенок. Ух ты! Это твоих рук дело? Наверное, там код Дримод тебя и нашел. Ты, наверное, злишься на Поппи из-за того, что она помешала тебе сбежать. Просто ей нужна твоя помощь. Нам всем нужна твоя помощь. Ты наша цель. Вместе мы можем спасти много людей. В том числе и тебя. Приют прямо по курсу. Там живет код Дримод. Это один из улыбающихся зверят. Раньше их было восемь, кажется. Остался только он. Приют для него – святое место. Это зона охоты. Там он делает все, что захочет. Поспеши, будем на связи. Меня, кстати, зовут Олья. Приятно познакомиться. Вот та самая железная дорога. И это мой паровозик, который... Пипец как взорвался хорошо. Окей, идем в убежище Кота Дримота. Это что, тараканы ползают? Как мне спуститься-то отсюда? Может быть, можно вот так сделать? Да, можно. Оу! Оу! Это что, киси? Она живая? Так, ну ладно, мы можем просто вот так. Оп. Нет, это статуя. Фух! Хорошо. Закрыто, но я вижу там какое-то устройство, которое можно покрутить будет. Я думаю, здесь мы точно никак не пройдем. Вот здесь, может быть? Оп. Уп. Слышите? Кто-то пытается связаться. Схвати ручку и поверни луч при помощи Q и E. Схватил. Поворачивай. Ага. Направь луч ко входу питания, пока будешь держать источник питания и огонь. Так. А, вот он. Это я направил, да? Или что? Воу! Что это сейчас было? Эта штука меняет направление. Я понял, кажется. Направь луч ко входу питания, пока будешь держать источник питания и огонь. секунду, секунду. Секунду. Я же могу так сделать? Могу. Потом. О, вот так это работает. Схвати ручку и поверни луч при помощи Q и E. Ну, да. Мы поняли. Мы открыли. То есть, закрепить нужно. Вот так делаем. Оп. А почему вот так нельзя? Потому что мы же должны... Столб. Да, он должен быть задействован. Так же было в прошлых эпизодах. Ну, смотрите. Окей. Теперь у нас есть вот эта рукоятка. Но она нам не нужна, я думаю. Мы же теперь просто можем пройти, да? Все. Сохранение. Сразу прошу, друзья, меня извините, если я вдруг пропущу какие-то пасхалки. Секреты. Я буду стараться. Но иногда что-то может меня отвлекать, привлекать мое внимание. Например, вот этот динозаврик повешенный. Let's go, Joy. Наслаждение. Ну, что, погнали. О-о-о. Да, очень неплохо сделано. Мне нравится. Прямо столько деталей. Я вижу, что очень старались разрабы сделать этот эпизод хорошеньким. Жалко только была здесь загрузка. Мне бы хотелось... А. Да, мне вот этого именно и хотелось. Здравствуйте. Меня зовут Элиот Людвиг. Глядя на современный мир... Как вы считаете, чего ему больше всего не достает? Я как-то раз решил расспросить об этом. Денег мне иногда не хватает. Понимания. Меня вот никто не понимает. Верно. Народ совсем ее потерял. Ответы были разными. И в каждом была своя доля правды. Но никто не упомянул одну важную вещь. О ней все забыли. О. Никто не вспомнил про улыбку. Улыбка выражает надежду. Улыбка выражает любовь. Улыбка выражает понимание. Ничто не доставляет мне больше радости, чем дарить детям улыбки. Я счастлив быть тем, кто пробуждает в них надежды и мечты. Ведь только надежды и мечты помогут нам создать лучшую версию мира. Мир, где детям нечего бояться. Где дети живут под защитой. И вообще без детей не было бы ни этой компании. Ни игрушек. Эти дети созданы, чтобы улыбаться. Чтобы любить. Они заслуживают жить дома в безопасности. Поэтому я, основатель компании Playtime Poe, с огромной радостью сообщаю об открытии... ...приюта. Это наш собственный интернат при фабрике. Но это не просто интернат. Это школа. Место для игр. Место, где тебе рады. Это наша собственная подземная экосистема. Где каждая деталь создана, чтобы вызывать у детей улыбку. Подземная экосистема? Какая там нахрен улыбка? Учителя и советники, отцы и матери. Тут есть все, что необходимо. Пусть наш приют приносит радость, вдохновение и улыбки всем, кто здесь оказывается. Ведь если не улыбаться, зачем тогда жить? О, да, вот это масштаб. Эй, это я, Оля. Клево тут, правда? Раньше здесь жили дети. И что с ними стало? Ну ладно, видишь статую в центре комнаты? Иди по ступенькам под ней. Там есть одна любопытная комната, которая питает весь приют. Могу дать от нее ключ. Когда я был там наверху, ехал в вагончике, это место казалось гораздо меньше. Сейчас я прям вижу, да, масштаб. Солнечный свет. Через трубу огромный вентилятор. Это вообще не вызывает никакой улыбки. Я бы охренел здесь жить. Динозавры, лампы. Это интересное решение. Очень, очень любопытно. Что он сказал? Под статуей, да, нужно в комнату любопытно зайти? Приятное приспособление. Такие цвета красивые. Люблю желтый. Почему мальчик ничего не говорит? Оли! Ух ты! Ключ! Я его забрал. Что ж, ключ у тебя. Теперь, наверное, тебя мучает вопрос. Отчего этот ключ? Иди назад, ты увидишь дверь. Слева от вагонетки, которая тебя сюда спустила. А, сейчас, погоди. Но тут же еще есть много всего интересного. Должно же быть что-то еще. Вот что это за бочки с логотипом компании? Что там? А вот это что? Ой. А, так ты все-таки... Есть тут физика. Окей, окей. Неплохо, неплохо. Оп, разгребаем. А это бессмысленно. Тут нечего разгребать. Что ж. Ой. А, это электричество идет по проводам. Ладненько. Стоп. А! Я же отсюда пришел. Возвращаемся обратно. Слева, он сказал, от того места, где вы гоня... Вот это? Плейхаус? Или? Или вот это? В целом, мы никуда не торопимся. Мы можем посмотреть все? Черт! Как жутко это все. Окей, мы открыли. Сохранение. Ой. Я думал, что-то происходит сейчас. Это просто загрузка. Интересно, каких еще новых персонажей мы встретим в этой игре? Ну вот, слон был новый. Возможно, еще будет динозаврик. Добро пожаловать в систему добычи газа. Сердце всей злой системы приюта. Весь газ, который исходит от машин, создается именно здесь, на фабрике. Этот газ называется красный дым. Сейчас этот дым идет в правую сторону. Наша задача перенаправить красный дым в левую сторону. Так мы доберемся до него. Скорее всего, к машине будет приставлена парочка безмозглых охранников. Придется тебе с ними разобраться. Ну не волнуйся, ты их одолеешь. Я позвоню, как только все будет готово. Какие? Какие охранники? Кто? Кто будет на меня нападать? Смотрите, устройство. Нужно будет найти синюю батарейку и одну зеленую. Опа. Офлайн, да. Нам нужно питание подключить. О, Кэтнап сейчас с нами поговорит. А? Офлайн, он спит. Просто спит. Еще раз. А будет ли меняться что-нибудь? Окей. Я боялся, что будет опять какой-нибудь крик. Опа, смотрите. А ну иди сюда. И там что-то тоже лежит. Не важно. Ой. Откуда упала? Почему он кидает ее? Ну-ка, а есть значение, какой рукой держать? Синий или зеленый? Без разницы вообще в целом. Ты у нас... Ооо, видеомагнитофон. Значит, нужно будет найти где-то кассету зеленого цвета. А, вот она. Смотрим. Хвататель 2.0. Рабочий прототип. Ооо. Это наш. Мы его сейчас получим. Дополнительная длинная шнура. Длина шнура. Длинная шнура. Менять руки очень просто. У прототипа есть силы в воздухе. Чтобы приземлиться с большой высоты. Осторожней во время приземления. Местами поверхность пола опасна. Кто подготовил? Кто подготовил это? Пользуйся хватателем 2.0 с осторожностью. Кто подготовил такую стремную инструкцию? Кто вообще сделал эти полы с шипами? Зачем? А вот и ты, судя по всему. Оп! Нажмите 2 или прокрутите колесико, чтобы менять руки. Мы только можем правую руку менять. Вот это круто! Найс! Ты сказал, что у него есть силы в воздухе. Я не чувствую никакой силы. У Хаги оторванная голова, как всегда. Кто-то очень не любит Хаги здесь. Значит, смотрим. Вот штука. Ооо! Нихрена! Найс! Так, что у нас тут? Ну, мы можем только от специальной панели, да, оттолкнуться. Это обидно. Я хотел полную свободу. Так, я вижу, панель там светится. С этой стороны... Ага. Ну, погодите. Можно же еще и сюда пойти. А мы придем туда же, абсолютно. Ладненько. Оп! Круто! Мы можем туда вниз упасть, и это бобо будет. Значит, надо как-то иначе сделать. Можем про... Ой-ой-ой. Можем вот так. Да. Видите? Зависит от того, какой угол. Или нет, не зависит. То есть, он всегда будет вверх нас подбрасывать, где бы мы ни стояли. А-а-а! Тогда все зависит только от нас. получается мы должны как-то так бежать вот но можно ли было сделать вот отсюда вот так возможно тоже можно здесь мы просто можем схватить сюда и чё и наверх судя по всему нет а если давайте попробуем это сделать об ну дерьмо полная что-то не хватило мне для для хорошего прыжка мы будем еще коп педали секунду я не понял но благо сейф здесь находится и кстати говоря вы видите в этот раз при смерти нету никаких фраз которые были прошлые прошлых эпизодах я не понял я делаю все что могу как могу может можно как-то стоп а что если вот сюда вот так подтащить какой умный оказывается какой умный оказывается да детка открывай поймать что а я все еще умен все-таки надо посмотреть если я буду идти вперед и прыгать такой же эффект будет или вот здесь мы можем проверить но погодите-ка у нас тут есть что-то направили пазлы начинается вот это кайф куда же он должен быть направлен вот это принимающие устройства или наоборот я отсюда заберу энергии чуть всеми забывали вот сюда энергия идет он дайте пройдем вот смотрите о целом можно и просто идти вперед да пробуйте притак извините еще раз так и теперь спиной о никакой разницы практически никакой ладно 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 вот смотрим мы можем вот сюда направить руку вот тип того могут сделать а надо поменять руку наверное все я понял что это за луч он просто покажет куда твоя рука пойдет полетит к от ее швырнешь ясно таком случае если мы делаем вот так получится нечто фиговое стоп а тут что ладно давайте крутить может быть вот так нужно сделать секунду увидели луч направился туда а нам нужно его вот сюда направить а не направился стоп а может быть наоборот нужно сделать вот так меняем кстати вот непонятно нужно ли менять руку на зеленую давайте предположим что не нужно сейчас секунду не то сделал схватил схватил ну давай попробуем зеленый чуть не хватает стоп на что если попробовать сделать вот эту штуку а что теперь мы трос стал длиннее что ли у этой руки у них не был таким ну-ка смотрите да он гораздо длиннее стал мы до потолка достаем и даже половина троса не израсходовала все мы можем не париться за длину троса теперь че нужно сделать это было первое да теперь нам нужно изменить направление вот вот сюда чтобы вот эту мы могли сюда направить ну-ка че там получу у нас идеально еще раз схватил ну все прекрасно теперь я точно разобрался что и как нужно делать мы что-то открыли по-моему раз а вот все дверь открылась окей и мы вышли с другой стороны так теперь что нужно теперь у нас есть вот эта кнопка что пойдемте наверх сходим мы туда еще не ходили ни разу закрыто ублюдство полное значит там нам не рады туда нам не надо слышите что такого еще не было я включил я включил а тут надо было что-то включить вау 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 оп звонок оли о нет кто-то включил питание так я отправил другой ключ это найдешь по статуе используя чтобы добраться до дома милого дома дома милого дома резервный генератор здания удачи короче как там окажусь резервный генератор пойдемте что-то что-то там плохо мы сейчас выйдем обратно на площадь и нужно будет обратно под статуей там ключ достать полин совсем темно стало не хорошо это сохранение вот здесь будет ключ сюда есть смотрим все практически отрубились а этот в принципе отсутствует подключение никакого газа не генерируется олли ну позвони мне пожалуйста я думаю мы решим проблему с энергией в следующей серии а пока что поставьте лайк подписывайтесь на канал надеюсь что вам понравилось это был достаточно спокойный эпизод я думаю скоро будет самая самая дичь когда мы встретим кэтнепа с вами был юджин и всем пять удачи удачи Продолжение следует...